Мы говорим о развитии казачества на Кубани. Наш сегодняшний собеседник – начальник отдела организации Государственной службы казачества и работе с казачьими обществами Департамента по вопросам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Виталий Лысов. Здравствуйте. Итак, какие приоритетные направления государственной политики в отношении казачества реализуются у нас в Краснодарском крае? В первую очередь хотелось бы отметить, что основой казачества в Краснодарском крае является Кубанское казачье войско и входящее в его состав казачье общество. В свою очередь Департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью является тем органом исполнительной власти Краснодарского края, который обеспечивает реализацию государственной политики Краснодарского края в отношении кубанского казачества. Хочется отдельно отметить, что Департамент по делам казачества не управляет деятельностью казачьих обществ. Казачье общество не входит в систему подчинения Департамента, а Департамент оказывает содействие казачьим обществам в реализации их деятельности. В первую очередь государственная политика региона нашего в отношении казачества направлена на возрождение на Кубани так называемого казачьего уклада жизни. Мы осуществляем поддержку казачьим обществам в целях несения ими государственной и иной службы. Данная служба определена 154-м федеральным законом Российской Федерации и Кубанское казачье войско на сегодняшний день единственное из всех, а теперь уже 12 казачьих войск страны, где осуществляется несение всех видов государственной службы казачества, которые указаны в данном законе. Это и служба в области охраны общественного порядка, служба в области охраны государственной границы, противодействие незаконному обороту наркотиков, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, природоохранная деятельность и иные виды. Отдельно поддержка идет в рамках осуществления казачьими обществами частной охранной деятельности. Мы знаем, что сегодня у нас есть частные казачьи охранные предприятия, основная задача которых – это обеспечение охраны социальных объектов. Еще одним направлением деятельности в области поддержки казачества на территории региона является поддержка в области экономической деятельности казачьих обществ. Сегодня, благодаря внесенным изменениям федеральное и краевое законодательства, казачьи общества имеют право, как социально ориентированные некоммерческие организации, получать в аренду земельные участки сельхозназначения без проведения торгов. Соответственно, далее реализуются определенные механизмы получения дохода от обработки этой земли, в том числе и органы государственной власти, и конкретно департамент по делам казачества оказывают всемирную поддержку казачьим обществам в данном направлении. Следующее направление, которое является стратегическим – это патриотическое воспитание молодежи на основе историко-культурных традиций казачества. В данном направлении мы проводим целый ряд серьезных мероприятий патриотической направленности, как на районном, станичном уровне, так и на общем краевом. Сюда же можно отнести отдельное звено – это развитие казачьей самобытной традиционной культуры, ее возрождение и внедрение в современную жизнь общества. То же самое отдельное звено можно отметить – казачье образование. Сегодня у нас на Кубане повсеместно созданы классы группы казачьей направленности. Я думаю, мы в дальнейшем поговорим отдельно на эту тему. И развитие вот именно этого направления является одним из стратегических в области государственной политики Краснодарского края в отношении кубанского казачества. Сюда же можно отдельно отметить и развитие нормативно-правовой базы в отношении казачества. Мы все понимаем, что планомерное реальное развитие казачества возможно, если оно закреплено на законодательном уровне. Сегодня существует достаточно и федеральных, и краевых нормативных правовых актов, которые данное развитие, данную деятельность регламентируют. Отдельно можно выделить также направление казачества в области международной деятельности. Это связано с работой с отечественниками, которые за рубежом проживают, в том числе и работе по возврате на Кубань регалий и реликвий кубанского казачьего войска. Данный процесс практически завершен, но некоторые предметы где-то за границей еще остались. И взаимодействие с Русской Православной Церковью, поскольку эти два направления, они не могут идти отдельно друг от друга. Казачество немыслимо без православия. Да, мы об этом еще подробнее поговорим с вами, о всех направлениях деятельности. Насколько я знаю, есть еще государственная программа «Кубанское казачество». Расскажите о ней, пожалуйста. Что это за программа, что подразумевает, какие цели и задачи у нее? Да, в крае действует государственная программа Краснодарского края «Казачество Кубани». Это основная программа, на основании которой в регионе осуществляется финансирование и поддержка социально ориентированных казачьих обществ. Сразу хочу отметить, чтобы зрительская аудитория понимала, что просто так казакам деньги ни на что не выделяются. И в принципе казакам они не выделяются, они выделяются казачьим обществом. Данная программа имеет строго целевое назначение. Более половины всех денежных средств, которые предусмотрены в данной программе, выделяются на организацию несения районными казачьими обществами службы по охране общественного порядка. Все люди уже давным-давно знают и видят на наших улицах казаков, которые несут службу совместно с сотрудниками полиции. Это дружины на постоянной основе. То есть человек здесь работает профессионально на основном месте работы. Соответственно, как и любой человек, любой работник, казак должен получать за это денежные средства, заработную плату. Данная служба несется в круглосуточном режиме ежедневно на территории всех муниципальных образований Краснодарского края. Вторая очень мощная составляющая часть финансирования данной программы выделяется на обеспечение деятельности четырех казачьих кадетских корпусов, которые подведомственны нашему департаменту. Это государственные образовательные учреждения. Соответственно, и финансируются они за счет государственного, в данном случае, краевого бюджета. Речь идет о финансировании полностью непосредственно содержания самих этих учреждений, финансировании обеспечения образовательного процесса, в том числе и заработную плату учителям, педагогам, воспитателям, и финансирование содержания кадет, поскольку кадеты в данных учреждениях проживают и обучаются в круглосуточном режиме. И лишь совсем небольшая часть из данной государственной программы выделяется в виде субсидии непосредственно кубанскому казачьему войску на осуществление определенной деятельности. В первую очередь, это деятельность, связанная с патриотическим воспитанием казачьей молодежи. Это также и вневойсковая подготовка казаков. Такие мероприятия, как военно-полевые сборы и необходимость этих мероприятий, была доказана, когда казаки принимали участие в событиях в Крыму в 2014 году. Это различные образовательные мероприятия, культурные мероприятия, обеспечение функционирования почетного караула, который каждое воскресенье проводит церемониал Час Славы Кубани. В том числе и ряд средств выделяется на освещение деятельности казачьих обществ в средствах массовой информации, для того, чтобы наше население могло владеть информацией о том, чем занимается казачество, зачем оно занимается тем или иным направлением и на что тратятся в том числе и денежные средства. А сколько выделяется ежегодно средств в рамках этой программы? В рамках данной программы, включая все направления, о которых я перечислил, ежегодно выделяется в районе 1 миллиарда 100 миллионов рублей. В том числе дополнительно по линии муниципальных образований есть муниципальные программы поддержки казачества. В сумме это ежегодно нескольким более 240 миллионов. Эта программа не имеет срока? Эта программа имеет срок. На сегодняшний период времени срок этой программы обозначен до 2027 года. Ах, вот как. Если вернуться немножечко к вопросам безопасности, скажите, с какого года казаки стали выходить патрулировать улицы? Ну, если говорить о первых наших практиках такой деятельности, то казачьи дружины начали регулярно свою деятельность в начале 2000-х годов. Но тогда это были так называемые дружины выходного дня. То есть казаки в свободное от основной работы время, в основном это выходные и праздничные дни, совместно с полицией осуществляли данную деятельность, патрулировали улицы. Получали за это небольшое вознаграждение. С 2012 года было принято решение о создании на Кубани профессиональных казачьих дружин на постоянной основе. То, о чем я раньше уже говорил. Сегодня эти дружины работают в круглосуточном режиме, ежедневно, во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. И данная деятельность очень полезна для нашего региона, дает непосредственные результаты. Если говорить средняя статистика, то только в год с помощью казаков, которые принимают участие в охране общественного порядка, производится пресечение порядка от 300 до 600 серьезных преступлений, более 80 тысяч административных правонарушений. Также выявляется ряд лиц, нарушивших миграционное законодательство, выявляются лица, дети, которые нарушают требования детского закона, которые действуют на территории нашего края, и иные мероприятия профилактической направленности. Скажите, а какие у них полномочия в отношении правонарушителей? Вот это хороший вопрос. Иногда люди, не зная вот эти полномочия, требуют с казаков выполнения тех или иных мероприятий, не зная, могут они это делать или нет. Казак-дружинник, чтобы все понимали, это человек, который оказывает содействие сотруднику полиции. То есть он не может самостоятельно выходить в рейды и принимать какие-то мероприятия. Он в рамках правового поля оказывает содействие сотруднику полиции. Маршруты, по которым патрулируют эти дружины, определяются районными отделами внутренних дел. То есть казаки самостоятельно не могут пойти либо туда, либо сюда. На маршруте обязательно присутствует сотрудник полиции, как старший этого патруля, и с ним в помощь, как правило, два казака. Все действия по линии правоохранительной направленности осуществляет сотрудник полиции. То есть такие вопросы, как требования предъявить документы, это может делать только сотрудник полиции. Казаки оказывают ему содействие, помогают, в том числе имеют право применить физическую силу, если не выполняются требования сотрудника полиции. Вот такие у них на сегодняшний день полномочия. Скажите, пожалуйста, сколько состоит человек в нашем кубанском казачьем войске? На сегодняшний день Кубанское казачье войско – это самое многочисленное из 12 реестровых казачьих войск России. Я говорю, почему 12, потому что не так давно создалась Крымское казачье войско на территории Республики Крым. На сегодняшний день Кубанское казачье войско насчитывает более 56,5 тысяч человек. Это те люди именно мужского пола, которые вступили в казачье общество, приняли на себя обязательства по унесению государственной и иной службы. Но мы все прекрасно понимаем, что, как правило, у казаков есть же и семьи, есть жены, дети. И казачество у нас на территории региона признано культурно-этнической общностью. Соответственно, если говорить о казаках вместе с членами их семей, то на сегодняшний день цифра эта приближается к 200 тысячам. Ну и плюс в их семьях воспитываются дети, которые наверняка в будущем тоже продолжат линию своих отцов. Да, это основная наша задача. Мы надеемся, что все эти дети придут в казачье общество и продолжат то дело, которым мы занимаемся. Я знаю, что ваш департамент участвует в реализации программы, которая связана с противодействием незаконному обороту наркотиков. Вот об этом расскажите немного. Да, у нас в Крае, как и во всей стране, вопрос незаконного оборота наркотиков – это вопрос глобальный, стратегический, с которым необходимо всем нам вместе бороться. В Крае существует специальная такая программа, и в составе нашего департамента есть отдел координации деятельности Краевой антинаркотической комиссии, поэтому департамент и является реализатором данной программы. Данная программа направлена как непосредственно на саму борьбу с незаконным распространением наркотических средств, так и на профилактику в области недопущения данной деятельности. Что касается профилактики, здесь не только департамент по делам казачества занимается, здесь есть соисполнители данной программы, это иные различные органы власти, в том числе и департамент информационной политики, который посредством создания различных видеоматериалов, которые транслируются на наших краевых каналах, обеспечивает данную деятельность. Что касается непосредственно борьбы с распространением наркотических средств, здесь, опять же, принимают участие казачьи дружины. У нас сегодня в крае создано на территории 24 муниципальных образований 26 казачьих дружин. В двух районах есть по две дружины, которые точно так же, по такой же схеме, но не на постоянной круглосуточной основе, а в виде отдельных выходов, осуществляют выходы в рейды вместе с сотрудниками полиции. И эти дружины направлены непосредственно на вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. Их работа сводится как к пресечению самой этой деятельности по распространению, хранению наркотических средств, выявлению наркопритонов, потребителей наркотиков и так далее. Также и на борьбу с произрастанием дикорастущих растений, в составе которых есть наркотические элементы, такие как конопля, мак. У нас на территории края довольно много очагов, где данные растения свободно в диких условиях произрастают. Но, опять же, получается, они действуют так же, как при патрулировании улиц вкупе с полицейскими. Естественно. То есть деятельность по какому-то противодействию каких-то преступлений, правонарушений, она осуществляется только во взаимодействии с сотрудниками полиции. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok